Привет, дорогие мои друзья, я рад вам сообщить то, что все плохо. Тема, о которой я буду сегодня говорить, достаточно больна для меня, да и думаю, для большинства людей в интернете тоже. Обычно я не люблю призывать людей к чему-то, потому что в большинстве случаев это плохо заканчивается. Однако в этот раз я, пожалуй, рискну и попробую направить ваше деструктивное начало в нужное русло. И сегодня у нас речь пойдет об интернет-рачье. Я уже давно борюсь с этой проблемой и, к сожалению, мало что смог сделать. А в большинстве случаев сделал только хуже. Это я. Для тех, кто не знает, что я имею в виду подрачьем или по-другому под раками, то давайте я вам объясню. В реальной жизни мы имеем дело с быдлом. С быдланными. Как представителями женского, так и представителями мужского пола. И с этим мы с вами ничего сделать не можем. Они тупые. Они не умеют вести дискуссии, не имеют уважения к собеседнику. Их ты ни в чем не убедишь. Какие бы аргументы ты ни кидал, быдло всегда будет стоять на своем. Потому что это быдло. Быдло не умеет менять собственное мнение. Примерно то же самое у нас обстоит и в интернете. Раки – это такие существа, которые засирают абсолютно все. Своими действиями они просто гадят в интернете. Они не умеют общаться. Они не умеют выражать себя хотя бы через обычные предложения. И вместо этого они обычно используют «Лол, кек, орбидол» – это что за хуйня? Нормальные люди так не разговаривают. Однако, к сожалению, в наше время это считается абсолютной нормой. Нормальных людей, которые могут нормально вести дискуссию. С которыми можно нормально пообщаться. С которыми спорить одно удовольствие. Таких людей мало. Раки, так же как и быдло, не признают каких-либо аргументов. И во время любого спора, когда они начинают проигрывать, они, допустим, переходят на личности. Они начинают орать, писать капсом, материться и так далее. Я ничего не имею против мата, потому что в большинстве случаев мат помогает передать какие-либо внутренние ощущения, какие-либо внутренние чувства. Но это нужно использовать в меру. И чрезмерное использование мата просто банально может выставить вас как необразованного дебила. Я обожаю, когда люди выражают свое мнение через предложение, через два, а то и три. Мне это нравится. Мне нравится читать чужое мнение, как-либо расставленное по полочкам. Да даже если оно не расставлено, даже если оно написано хотя бы, не знаю, даже если оно написано неграмотно, это все равно мнение, которое человек попробовал выразить, которое он постарался выразить. Но человек, который вместо какого-либо сообщения, вместо какого-либо комментария просто использует какое-либо одно слово, тот же самый лол или кек, это яркий признак того, что человек даун. Человек тупой. Ну абсолютно тупой. У этого человека кругозор размером со спичку. Если человек хочет написать какой-либо негативный отзыв, он хочет выразить свое недовольство. Как вы думаете, что человек должен написать? Я думаю то, что он напишет. Я чем-то недоволен, потому что, потому что, потому что. Вот поэтому мне это не нравится. Но знаете, что напишет Рак? Примерно вот это. А может быть вот это. А может быть даже вот это. И это действительно обидно, потому что в большинстве случаев я все-таки хочу, чтобы люди выразили свое мнение. Чтобы люди банально умели его выражать. Давайте возьмем на рассмотрение самый банальный, самый избитый спор это Россия против Украины. Ух, эти споры, эти просто масштабные глобальные споры на всех ресурсах, это просто Эльдорадо дерьма. Потому что там вы никогда не найдете культурное общение между людьми. Там даже не соблюдаются самые банальные нормы приличия. А уж про уважение к собеседнику это, ну забудьте об этом. Этого нету там. Ничего этого нет. Там абсолютно все пишется, в большинстве случаев капсом, обсирается, посылают друг друга на три буквы. И вообще не используют аргументов. Там главная задача не доказать какую-либо точку зрения, а обосрать собеседника. И это является самым ярким примером рака в интернете. Если вы когда-либо участвовали в таких спорах, или нет, даже если вы до сих пор участвуете в таких спорах, и у вас все так и происходит, где вы не пытаетесь доказать какую-либо точку зрения, а просто пытаетесь унизить собеседника за то, что он принадлежит какому-либо народу, то могу вас поздравить. Вы абсолютный даун. Вы еблан. Вы такой тупой. Вы конченый. Я вот просто ничего с этим сделать не могу. Я не могу вам посоветовать, как от этого избавиться. У меня даже нет желания сказать вам, не будь таким. Будьте такими. Пожалуйста, будьте в свое удовольствие. Потому что такие люди хорошо не кончают. А чем меньше дебилов, тем мир чище. Однако все-таки излечить рак способ есть. И в первую очередь, самым первым шагом к этому является самое банальное признание. То, что да, я таким являюсь. Да, я конченый ебанат, которому не место в нашем мире. И я хочу это исправить. Я признаю это. Если вы не хотите быть раком в интернете, то, пожалуйста, во-первых, умейте изъяснять свои мысли. Умейте показать то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, в самом банальном, обычном предложении. В этом ведь нет ничего страшного. В этом нет ничего сложного. И запомните, если вам нечего сказать, то не говорите. Потому что в большинстве случаев людям нечего сказать, но они все равно пытаются сказать через обычное слово ну, как обезьянки говорят же. Они вот что-то испытывают, а как это объяснить, как это сказать, не могут. Поэтому они просто вот через звуки вот и так же тут. Еще, пожалуйста, если вы с кем-то спорите в интернете, имейте уважение к собеседнику, каким бы конченным этот человек не был. Да, это сложно. Да, я признаю, в большинстве случаев сохранять спокойствие в общении с дебилом сложно. Но тут сами виноваты. Не нужно начинать спор с конченным дауном, потому что знаете, то, что этот даун никогда не признает свою неправоту. Даже спустя тысячу сообщений, комментариев, даже когда у этого человека абсолютно кончились аргументы, и он не может вам ничего сказать против, он начнет переходить на личности и обзывать вас, и пытаться вас унизить. А в случае, когда вы просто банально закончите с ним спор, он скажет то, что вы слились. Этот человек никогда не признает свою неправоту, знайте это, спорить с дебилом, себя не уважать. Не нужно начинать спор с такими людьми. И пожалуйста, да, я знаю то, что многие люди либо просто не научились грамотно писать, либо просто еще не научились, потому что они учатся. Да, ты можешь быть школьником, ты можешь учиться в пятом, не знаю, в четвертом классе, может быть в шестом, и может быть ты просто банально не научился грамотно писать, а может быть ты вместо этого предпочитаешь изучать математику. Да, я понимаю, но ты хотя бы попытайся писать грамотно. Никто от тебя не требует литературного языка, никто не требует от тебя, чтобы ты писал как Лев Толстой. Нет, ну просто попробуй. Даже приложив к этому усилия, ты уже сделаешь просто огромное дело. И пожалуйста, это самое важное, самое важное, никогда не бойтесь признать свое поражение в споре. В этом нет ничего страшного. Если у вас кончились аргументы, если вам нечего сказать, просто признайте, да, я не прав. В этом нет абсолютно ничего противозаконного. Тем более, умение признать свою неправоту это отличие умного человека. Как я уже говорил, только быдло и рачье никогда не признает свою неправоту. К слову, раком может быть человек абсолютно любого возраста. С этим мы абсолютно ничего сделать не можем. Да, среди молодого поколения дебилов ой, как достаточно. Они еще банально не научились себя выражать. Они не умеют. Но их можно научить. Им можно вбить в голову то, что быть нормальным человеком это легко. Но когда ты зайдешь в одноклассники, ты поймешь, что с людьми уже преклонного возраста что-либо делать бесполезно. Это все равно, что пытаться тупой овуляхе с четырьмя детьми пытаться доказать то, что аборты это нормально. Вот так же и тут. В одноклассники не лезьте ни в коем случае начинать спор с таким человеком бессмысленно. Однако, если вдруг вы вот все вот это осознали, вы пишете нормально, вы нормально общаетесь, вы нормально излагаете свою мысль. Все, вы нормальный человек. Допустим, мы это сделали, усвоили, закрепили. И тут вы подумали, блин, а я хочу бороться с раком, я хочу что-либо с этим сделать, потому что меня это тоже достало. в первую очередь, что вам обязательно знать, это то, что вы скорее всего проиграете. Пытаться в споре доказать человеку, что он рак, практически невозможно. Пока до рака не дойдет то, что он дебил, ничего с ним не случится. Он как был дебилом, так и останется. Тут как просветление, нужно, чтобы дошло, чтобы снизошло сверху, я не знаю. Однако, если вас такой расклад устраивает, если вы осознаете, то, что в попытках доказать человеку, то, что он дебил, то, что он рак, вы измажетесь грязью, вы сами окажетесь на его уровне, вы сами будете выглядеть как полный даун, если вас это абсолютно устраивает, то милости прошу. Но в большинстве случаев я искренне прошу вас не лезть, не начинайте этот спор. Лучше просто киньте, допустим, это видео. Это будет лучшим аргументом вашу пользу. Я не пытаюсь вас убедить, пытаться вас направить, бороться с раками, нет. Я просто прошу, чтобы вы пересмотрели свои взгляды на интернет и на общение там, и на свое поведение. Потому что я искренне понимаю, что вы в этой борьбе не победите. Но если хотя бы один человек, один человек пересмотрел свои взгляды, то это видео сделано не зря. Да, может быть, я идеалист, потому что хочу, чтобы общение в интернете было нормальным и чтобы люди нормально и адекватно себя вели. Чтобы соблюдались хотя бы, ну, какие-то нормы, приличия. Но кто запрещает мне пытаться это сделать? К слову, это не последнее видео на данную тему. Я достаточно еще много хочу, что сказать, и я это сделаю. Если вам это интересно, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Да, я скатился до того, что прошу об этом, но, к сожалению, это единственный способ, чем вы можете мне помочь в продвижении канала и продвижении этого видео. Также я искренне прошу вас высказать ваше мнение в комментариях. Но запомните, мы с вами люди культурные, так что следите за тем, что вы пишете. А поскольку эта тема достаточно больна для меня, то я постараюсь отвечать на ваши вопросы по возможности. Но я попробую. Я буду это делать. Уж вы мне поверьте. И думаю, на сегодня все. На этом видео кончается. Вы извините, если в некоторых местах я запинался или было нечто подобное, просто данная тема слишком больна для меня и просто банально накипела. Накипела. До скорого, друзья мои. И будьте осторожней, дебилов в интернете много.